Спустя пять с половиной веков палец руки гигантской статуи императора Константина вернулся на свое место. Парижский Лувр передал его Капитолийским музеям Рима сроком на пять лет с возможным последующим продлением. Позолоченный бронзовый экспонат длиной 38 сантиметров хранился в коллекции маркиза Джампетра Кампаны, большую часть которой приобрел Наполеон III в 1861 году и вывез во Францию. А другие фрагменты 12-метрового колосса остались в Италии. То, что сохранившиеся две фаланги указательного пальца принадлежат именно этой статуе, французские реставраторы определили три года тому назад. «Мы внимательно рассмотрели все детали, все проверили, констатировали, что транспортировка прошла очень хорошо», говорит сопровождавший экспонат представитель Лувра. Прежде чем прикрепить к бронзовому оригиналу, палец примерили в Париже на трехмерную копию, присланную из Рима. Все совпало с точностью. От колосса Константина сохранились также голова и сфера, которую статуя держала в ладони. Все эти фрагменты теперь входят в экспозицию, включающую знаменитые античные изделия из бронзы, подаренные народу Рима Папой Сикстом IV в 15 веке. Основанные им таким образом капитолийские музеи отмечают в этом году свое 550-летие.